Я зашел в самп, но не со своего основного аккаунта, а с аккаунта бомжа. Но это не просто бомж, у него уже третий уровень и 19, да почти 20 миллионов долларов на руках. И как ни странно, несмотря на то, что у меня 19 лямов, я сейчас буду заниматься попрошайничеством. Буду просить деньги у каждого, кто мне попадется на глаза. Желательно, конечно, чтобы это был какой-нибудь богатенький чувачок. Я решил провести такой мини-эксперимент и тем, кто мне даст денег, не важно сколько, 1000 долларов, 2, 5, 10, совершенно не важно сколько мне дадут денег, я в ответ тут же передам миллион долларов. Именно для этого у меня на этом аккаунте 19 лямов долларов, чтобы их раздать другим игрокам, которые помогут мне. Естественно, никто не будет знать, что у меня столько денег на руках, все будут думать, что это просто бомж первого уровня, который только зашел. Но на самом-то деле, этот бомж уже давно миллионер, и я буду благодарить всех, кто даст мне хоть какую сумму денег. Вообще, цель этого эксперимента сделать так, чтобы добрых игроков на серверах в Сампе было больше, чтобы больше людей помогало бомжам, новичкам и так далее. И кстати, если вы хотите получить неплохой такой денежный бонус, но не хотите при этом работать или попрошайничать, вводите мой ник Hugo Romero при регистрации, а также вводите мой промокод решеточка Romero. И эти две, скажем так, вещи дадут вам небольшой классный бонус в виде виртуальной валюты. Я пообещал, что сколько человек подпишется на наш канал до выхода этого ролика, столько денег я и разыграю. Но я никак не мог ожидать, что подпишется 4000 человек. Победителя я выбрал рандомно из комментариев под прошлым роликом. Вот этот чувак забирает целых 4 косаря. Ну а в этот раз я разыграю столько денег, сколько человек подпишется на мой инстаграм за сутки после выхода этого ролика. Ссылка на мой инстаграм есть в описании, так что вы знаете, что делать. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что если на мой инстаграм аккаунт за сутки подпишется 5000 человек, например, то я, получается, разыграю 5000 рублей. И я надеюсь, такого, конечно же, не будет. Ну что ж, естественно, на спавне бомжей нам вряд ли кто-нибудь даст денег, поэтому давайте отправимся куда-нибудь в сторону банка, может быть. Там обычно тусуются такие богатые чуваки. Ну а потом, естественно, отправимся уже на центральный рынок. Пешком я, естественно, никуда не поеду. Я арендую себе транспорт, потому что, ну, зачем? Если у меня есть 19 лямов, я же все-таки бомж под прикрытием, скажем так. Точнее, нет, я богач под прикрытием бомжа. Так будет правильнее. Ну что ж, возле банка не так уж и много народу. Здесь два чувака каких-то стоят. Давайте попросим у них. Добрый день. Не поможете бомжу деньгами? Денег не дам. Как знала, как знала, что я буду просить деньги? Пожалуйста. Ты еще не знаешь, от чего ты отказываешься. Ну все, даю им еще 5 секунд на раздумие. И если они мне не дают денег, то я ухожу. Потому что мое предложение тоже не вечно действует. Я же не буду ждать, пока она мне перечисляет деньги. Не унижайся, блядь, и научись зарабатывать. Ты что охуела, блядь? От попрошайничества никакого кайфа. Я инвалид. Я не могу работать. Я служил во Вьетнаме. Получай сраную пенсию. Ну ладно, пошла ты в жопу как бы, потому что раз уж ты такая умная, получай пенсию. Окей, как скажешь. Можно, конечно, попрошайничать еще вот таким вот способом. Сидеть вот так вот с табличкой, которая почему-то, кстати, не видно. Не знаю почему, возможно, ее убрали. Вариант этот такой себе на самом деле. Потому что на таких бомжей, которые попрошайничают вот таким вот образом, обычно никто внимания не обращает. Поэтому проще, наверное, будет и выгоднее ходить и уже просить деньги у людей прям уже вживую. Вот, например, мы как раз прибыли на центральный рынок. Здесь просто основное скопление народу на сервере. Здесь прям реально большая часть людей играет. Поэтому я думаю, тут мне точно кто-то даст денег. Добрый день. Не могли бы вы дать мне немного денег? Ну, в принципе, понятно все. Добрый день, сэр. Не могли бы вы дать мне немного денег? О, Юки Адамсон дал мне 2000 долларов. Спасибо. Давайте я пропишу трейд. А, игрок занят трейдом, походу. Почему-то я не могу ему предложить трейд. Наверное, с ним кто-то сейчас уже трейдится или я не понимаю, почему. А, блин, пацаны, у него лавка. Короче, не судьба, походу, отдать ему миллион долларов, которые я хотел, потому что у него лавка. И я ему трейд кинуть, собственно, не могу, пока он за лавкой стоит. А я думаю, такую топовую лавку он точно не отпустит. Потому что это первая лавка, блин. Естественно, он ее не отпустит ради какого-то там миллиона долларов, которые я ему скину. Добрый день, сэр. Не могли бы вы дать немного денег? Никто, просто никто на меня внимания не обращает. Слушайте, на самом деле, мне вот даже как-то обидно, что мне никто не дает денег. Один чувак только дал денег, но я не смог его никак отблагодарить, потому что, опять-таки, трейд не работал, не получилось. Сэр. О, посмотрите, Джеффри Джонсон скинул мне только что 10 тысяч долларов. Спасибо. Один миллион, и давайте 100 тысяч еще сверху накинем, чтобы, собственно, комиссии не было. Он в шоке, он немного в шоке, реально, потому что он мне только что дал 10 тысяч какому-то бомжу, а тут он кидает ему миллион 100 тысяч. Это тебе. Спасибо. Огромное. Вот так вот, друзья, помогайте сначала бомжику, а потом вам на голову падает миллион. Так бывает, реально, так бывает. Так что помогайте чаще бомжам, реально. Дай, пожалуйста, денег немного. Понятно, он просто ушел, он просто ушел, даже не дослушал. Сэр. Просто игнор. Если за деньги, сори, у меня только 2,4 кака. Ну чуть-чуть, тебе что жалко, братан? Во, 20 тысяч, ни хуя себе. Трейд. Подожди, сейчас папочка даст тебе вот такую вот сумму. Это тебе. Ты ютубер? Я в видосике. Да как вы поняли, что такое? Только ютуберы могут делать, что ли? Я не понимаю. Кстати, чуть не забыл, мы можем добавить описание нашему персонажу, чтобы сразу складывалось какое-то впечатление о нем. Давайте так и сделаем, собственно. Бомж, на вид 50 лет, инвалид. Я думаю, красивое описание, в принципе. В общем, у меня почему-то крашена игра. Ну и раз уж мы появились на вокзале в СФ, давайте тут и продолжим наш эксперимент. Постучал в окно. Сэр, добрый день. Не могли бы вы дать мне немного денег? 30 тысяч, пацаны. Вот это нормальный такой подгон. Кидаем ему трейд теперь и пишем сюда такую вот красивенькую сумму. Миллион сто тысяч. Это вам. Спасибо. Вот это, друзья, было реально очень красиво. Человек кинул мне бабок сразу, без всяких понтов и так далее. Помог, так сказать, бомжику. И тут бомжик помог ему, собственно. Хотя я думаю, что у него денег, в принципе, дохрена. Но я думаю, лишним миллиончик не будет, конечно же. Так, вот наши следующие подопечные. Давайте к ним подойдем. Господа, добрый день. Не могли бы вы дать мне немного денег, пожалуйста? Добрый. 5 тысяч мне накинул, чувак. Ну, маловато, конечно, но мы все равно отблагодарим. Кидаем ему трейд и кидаем ему, собственно, миллион сто тысяч. Все просто. Это вам. Чего? Прикол? Нет. Это подарок. От судьбы подарок. От кармы, так сказать. А ты мне денег зажал, миллион не получил. Все, пока. Давайте сейчас попробуем попросить денег у таксиста, который меня, собственно, давит сейчас. У него написано в описании, коплю на буллет, помогите, чем можете. Что-то такое. Сэр, добрый день. Не могли бы вы дать мне немного денег, пожалуйста? Добрый. Совсем чуть-чуть. Я не понимаю, почему так долго он вспоминает команду, как деньги переводить, что ли, или что? Извините, я на буллет коплю. Блин, братан, ты бы знал, от чего ты сейчас отказываешься. Стой, стой. Ну, стой. Ну, куда ты поехал? Ну, я бы тебе помог миллионам сейчас. Если бы ты мне дал. Вот в такие моменты реально, пацаны, хочется плакать, согласитесь. Так, тут у нас есть еще один таксист. Таксисты очень редко помогают кому-то, потому что, ну, естественно, это небогатые люди. У них денег немного, поэтому они вряд ли будут кому-то помогать. Сэр, добрый день. Тридцать два доллара он мне передал? Ну, я, конечно, написал совсем чуть-чуть, да? Но я не ожидал, что именно тридцать два доллара ты мне передашь. Ну, окей, как скажешь. Сейчас я ему скину просто миллион долларов за то, что он мне дал тридцать два бакса. Как бы это странно не звучало, но я сделаю это так. Он мне все-таки помог. Я же попросил чуть-чуть, он мне дал чуть-чуть, почему нет? Это вам удачи. С-п-с. А, ну, понятно, он, походу, уже такой богатенький чел в состоянии, скажем так. О, еще один таксист. Давайте так, так же самое с ним сделаем. Сэр, добрый день. Не могли бы вы дать мне немного денег? Пожалуйста. А вы мне дайте. Дам. Ну, дай денег, я тебе дам тоже, братан. Ты что, не веришь, что ли? Когда стану богатым, дам вам денег тоже. Помогите, чем сможете. У меня налика нет. Да че ты врешь, дружище? Ну, как так-то? Очень жаль, братан. Очередной чувак, который только что на ваших глазах упустил свой шанс получить халявный миллион долларов. 2445 баксов. Почему бы и нет? Давайте предлагаем ему трейд. И сейчас на глазах у этого таксиста, который только что мне отказал, кидаем ему миллион. Это вам. Реально подарок от судьбы. От души. Дружище, спасибо, что ты досмотрел видео до самого конца. И у меня к тебе есть небольшая просьба. Спустись вниз и посмотри, какого у тебя цвета кнопка подписаться. Если она красного цвета, тут же жми на нее и подписывайся на канал. Тебе ведь не сложно сделать всего лишь один клик. А мне будет очень приятно. Ну а если у тебя кнопка подписаться серого цвета, ты красавчик, поздравляю, ты в нашей армии. Тебе лишь осталось поставить лайк под это видео, и тогда я буду самым счастливым человеком в мире. Спасибо именно тебе за твой просмотр, лайк и подписку. Для меня все это очень важно. Желаю тебе удачи, друг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...